Просторная, современная, яркая, оборудованная аэрохоккеем, песочной анимацией, панорамным видом и цветочной оранжереей. Именно так выглядит новая сенсорная комната в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района. Вот уже несколько дней её с удовольствием посещают воспитанники 2-го отделения дневного пребывания по улице Гродненской. Все наши проекты, на которые мы работали, они направлены на реабилитацию, где есть ограниченные возможности. Это самый главный вопрос, который мы преследовали. В первую очередь, конечно, инвалиды. Но мы говорим о том, что у нас разработаны проекты ещё по поддержке граждан пожилого возраста. Вот в этом направлении разработаны все проекты. Один из проектов, я ещё говорю, что он реализован, потому что нам оказали помощь наши спонсоры и попечительских советов. Это очень даже здорово. И вот сегодня мы, наблюдая за игрой ребят, мы уже видим о том, что это им нравится. Специальное оснащение, обилие разнообразных растений, занятия в комфортной обстановке – всё это помогает уменьшить тревожность, преодолеть свои страхи и стрессовые ситуации, стимулирует органы чувств и улучшает эмоциональный фон воспитанников. Поэтому запуска проекта ждали с нетерпением. Вот, наконец, этот проект осуществился. Это наша сенсорная комната. Она как бы на два модуля поделена – сенсорно-игровая и вот эта – оранжерея. Там у нас в сенсорно-игровом модуле будут проходить игры, викторины, занятия, песочная терапия. Ну, а здесь ребята будут учиться ухаживать за комнатными растениями, просто получать эстетическое удовольствие. Ну, и сейчас есть такой вид и терапия, как и гарденотерапия. Это именно работа с цветами. Родители, дети и сотрудники благодарны всем, кто помог открыть эту лечебную комнату. Ведь люди с нарушениями здоровья очень искренне, ранимые и открытые, как дети. А поэтому больше всех нуждаются в новых эмоциях и впечатлениях. Для них, а также для пожилых людей уже разработано еще несколько уникальных проектов, каждый из которых может стать реальностью. Осталось только найти неравнодушных людей, которые возьмут на себя материальную часть их воплощения.